Всем доброго дня! Сегодня решила снять во дворе. Пора уже постепенно перебираться сюда, под пение птиц, поскольку уже весна. Друзья мои, весна, начало весеннего равноденствия, начало пахотных работ, сельскохозяйственных работ, все это издревле обозначалось, всему этому придавали особое значение, потому что природа словно воскрешает из мертвых. Согласно древнегрузинской теологии, в эти дни Бог Солнца был заточен в темницу, точнее, ближе к этим дням, а как раз во время весеннего равноденствия он был спасен и засеял с новой силой над землею. Солнце вернулось из заточения, из тьмы. Солнце воскресло, так говорили в древние времена. Согласно древнегреческой теологии, мифологии, Персефона, дочь Деметрии, возвращается к матери на целых полгода. Персефона возвращается от своего мужа, а после, осенью, она покинет мать и снова вернется к мужу. Начнется холод, и после последует долгая зима. Потом вновь Персефона возвращается к Деметрии, то есть богине матери-земля, имя ее так переводится, мать-земля, богине природы. Снова возвращается, снова возрождается мироздание, воскрешает из мертвых мироздание. Согласно древнеегипетской теологии, бог Осирис, который был убит своим противникам и братам сетам, и часть его тела, его любимица Изида, собрала воедино, окропила живой водой, и Осирис воскрес. Осирис, он вернулся к людям и дал им новую жизнь, надежду на новую жизнь, хотя и остался повелителем мертвого царства. Но возвращение Осириса – это прилив Нила, это начало пахотных работ, потому как не может человечество жить, если не будет кормить самого себя. Не может человечество себя кормить, если не будет плодородия, если земля не одарит человечество всем тем, что необходимо для его жизнедеятельности, для того, чтобы человечество развивалось, для того, чтобы возрождалось. Естественно, неудивительно, что народы посвящали силе плодородия. У каждого народа это особое божество, богиня плодородия, либо сила плодородия, либо вселенская чрева еще называется, мать-земля, дарующая матерь, щедрая охранница рода. По-разному. Но смысл один и тот же. Поклонение силой, силе плодородия, вселенского плодородия, от которого зависит наша жизнь, зависит, как мы будем жить – в изобилии или в бедности, сытые или голодные. И, естественно, в начале пахотных работ принято было благодарить и не только попросить это изобилие, но и поблагодарить, то есть чевствовать богов и силы, духов, вспомнить о предках. Мы сейчас вернемся к традиции Пасхи, но далее следует пост. И Великий пост – это к нам приходит эта традиция со времен язычества. Причины тому несколько. Первые – запасы, припасы зимние заканчивались, и поэтому, естественно, люди должны были переходить на более скромную еду. И дабы психологически быть к этому готовыми, пост, праздник поста, он как бы принуждал человека, обязывал человека, во-первых, не стесняться своего положения, что продуктов уже столько нет, поскольку не нужно было ставить на стол даже гостям определенные продукты, пост. Вторая функция – это очищение организма, усиление организма. Уже доказано, что некоторые люди порой лечатся голодовкой просто. И голод, он в определенном смысле усиливает дух. Конечно, голод в меру, это не сутками не есть. Ну, например, ограничить себя в еде, ограничить в сладких каких-то продуктах, хлеб и так далее. Очищение организма идет. Человек начинает скидывать вес, у него самочувствие улучшается. Да и вообще, когда мы голодные, мы больше делаем работы, мы больше стараемся, больше двигаемся. И, естественно, вот этот жировой слой, он сжигается, уходит. А когда человек ест тосы-то, ему лень уже вставать, продолжать работать, его тянет ко сну и прочее. То есть считается, что голод усиливает организм, усиливает силу духа и целеустремленность. И третья цель – это прочувствовать, каково состояние людей, которым нечего есть. Понять это и оценить свое положение больше, более трепетно относиться к тому, что тебе боги дали. Тебе же есть, что кушать. Да, есть люди, которым нечего есть. Вот прочувствовав это состояние, у человека начинается внутреннее переосмысливание ценностей. И у всех народов таким или иным способом, как раз начало весеннего равнодействия, существуют различные праздники, различные мероприятия, различные ритуальные какие-то шествия и прочие подношения богам. Теперь Пасха. Пасха считается, что когда было освобождение из египетского плена Израилем, и, собственно говоря, когда Моисей открыл как бы Красное море, она пополам разверзлась, открылась, и народ прошел. И вот слово Пасх, что означает исход, по-другому, из смерти к жизни еще означает праздновали всегда. В Израиле этот праздник всегда праздновался. Исход, напоминающий о том, что это время спасения. Однако он немножко праздновался в иное время, тоже начало весны. И после, когда пришло христианство, христианство это все собрало воедино, соединило. И сейчас смотрите, что у нас получается. Значит, начало весеннего равнодействия, когда вступают в свои права силы, дарующие изобилие и урожай, когда уходит вот эта вот зимняя, холодная сила, сила смерти, и уступает место. Ведь не зря же богиня Мара, она Марена, она же и богиня смерти, вымирания, богиня зимы в том числе. Считается, что зима, зимнее время, это все-таки время вымирания природы. Отваливается все ненужное, все больное, все изжившее себя, и выживают сильнейшие деревья, сильнейшие звери. И люди в том числе должны были пережить всю эту зиму. Потому что, если зима бывала долгой, очень снежной, непроходимой, то очень часто из-за невозможности выбраться и дойти до врача или дойти до лечебницы, люди могли погибнуть на полпути. То есть зима уносила огромное количество жизней, кроме того стужа, кроме того зимние морозы, когда огромное количество живых существ, живущих на улицах, могли не перенести просто эту зиму. Естественно, поэтому зима, зимний период, считался временем смерти, вымирания. А весна – время возрождения, потому что все растет по-новой, поднимается к солнцу, и начинается возрождение жизни, символическое. В древние времена праздник, который сейчас принято называть Пасхой, праздник изобилия и плотской любви, праздновалось в Вавилоне в честь богини Иштар. Инаныш Иштар. И символом этого праздника были яйца, как символ плодородия, то есть первоначальной жизни. И кролик. Кролик как живое существо, которое плодится очень быстро, интенсивно, то есть плодородное животное. Различные были варианты этого праздника. Народ благодарил великую богиню любви и изобилия, и плодородия, приносили жертвы, приносили жертвы быков. Более такие изощренные были праздники внутри храмов, где могли быть коллективные соития и так далее. То есть по-разному. Она богиня всё-таки плотской любви, и поэтому она принимала эту силу соития и вот эту энергию любви, если можно назвать это любовью, взаимоотношений, взаимодействий мужчин и женщин, этих энергий, принимала для себя как жертву, жертвоприношение. Славяне праздновали немного по-другому. В культурах, то есть в этнической культуре славян это время празднования, тоже чевствование богинь и богов плодородия, хранителя рода, дождь бога. Богинь, дарующая жизнь, богиня и покровительница семьи, такой как Макуш. Но определённо какому-либо божеству этот праздник не был посвящён. Он был посвящён силе плодородия, вселенской силе плодородия, и некоторые приписывают это посвящение богине-матери, лунному божеству. Вариантов много. Быть может, каждое славянское племя праздновало по-своему, поэтому общих соединений, таких вот как бы точек соприкосновения мы не можем найти, но все эти версии имеют место быть. Когда пришло христианство, естественно, все эти праздники начали запрещать. И естественно, народ не хотел, он сопротивлялся. В то время христианство уже было разделено на западные и восточные церкви. Мы с вами восточная церковь, то есть Россия, да, православная церковь. Ну и слово православие, правильно славить богов, это тоже славянское слово, пришло издревле. То есть славянская сторона христианства, она упорно просто начала вносить свои коррективы во все эти церковные праздники, во все церковные традиции, обычаи, потому что не хотели отказываться от язычества, тем более плодородие. И у людей был жуткий страх, что если они откажутся праздновать и благодарить богов плодородие, то у них в стране наступит голод, и, собственно говоря, они тем самым обидят богов, а язычники, у которых укоренилось в голове, что боги, и все дается от богов, и они источник жизни для человека, естественно, это было страшно. И как бы церковь не старалась с этим бороться, они тайком эти праздники все же праздновали. И тогда церковь решила сделать следующий ход, соединив каким-то чудесным образом воскрешения Христа, который вообще никакое отношение к этому не имеет. Считалось, что на Пасху он был предан, после его убили, через три дня воскрес, вот как раз, как будто бы, подходит ко дню весеннего равнодействия и благодарения богов изобилия, можно бы протиснуть этот праздник сюда. И освящением куличей, освящением Пасхи, значит, освящением крашеных яиц и прочее, мол, если это все осветить в церкви, оно теряет свою языческую силу и уже приносит счастье христианам. Сейчас я вам объясню, откуда куличи и для чего вообще они нужны были, но до этого сейчас дойдем с вами. Так вот, и есть еще третий вариант празднования Пасхи, который присущ кавказским и закавказским народам. Там точно так же время весеннего равнодействия праздновалось, и праздновалось как возрождение мирозданий и как встреча, ну, например, у армян, это называлось встреча Астхик и Вааган. Астхик была богиней любви, плодородия, то есть сопоставляется с Вавилонской Иштар. И Вааган – бог, дарующий силу, победу, бог войны, одним словом. То есть встреча, если уж так сказать, Афродиты и Ареса. И из их любви природа возрождалась, потому что эта сила, которая исходит от любви мужчины и женщины, она как бы освещает, усиливает мироздание, инь и янь, да, и дарует начало жизни. Ну, естественно, от взаимодействия мужчин и женщин рождаются дети, понятное дело, поэтому этому всему придавалось очень большое значение. В отличие от сегодняшнего легкомысленного века, которые не понимают, что все эти символы, все эти празднования, все эти ритуальные песнопения, подношения, они не просто так происходили, в тонком плане, и таким образом народы для себя брали лучшую долю в мироздании. И когда это все забылось, конечно, пришла беда. Теперь атрибуты Пасхи. Ну, например, в Закавказье ставят, помимо куличей и крашеных яиц, ставят еще и такую свежую траву, красиво продают в таких коробочках, свежая зеленая травка. Ну, есть специфическая, специальная там разных цветов, а вообще обыкновенную травку ставили на стол, как символ возрождения, новой жизни поднимается. Далее. В Закавказье традиция Пасхи отличается тем, что в это время выходили, шли к мертвым своим, то есть приносили часть, делились, то есть делились продуктами, делились добром, какую-то часть приносили своим мертвым родственникам. И там же садились есть возле их могил. Считалось, что это приглашение мертвых на пиршественный стол. То есть многие, может быть, не понимают, почему это делается. Здесь, предположим, после начинается у нас родительский день, приходят к родителям, но там не едят, ну, может быть, там пьются, упакают кто-то. А так вообще просто приносят продукты, яйца оставляют на могилах, на угощение своим родным, близким. Ну, это практически одно и то же, просто с одной разницей, с одной разницей, что на Кавказе там садятся есть, приглашают за стол мертвых. Это считалось, что это усиливает связь рода, потому что если наши ушедшие родственники и их души приходят к нам на... садятся с нами за стол, за один стол, значит, они передают нам определенную защиту на весь год. И нужно было угощать своих родных, не обижать. Поэтому многие стремились хотя бы на Пасху выйти на кладбище. не только потому, чтобы могила не выглядела осиротевшей, где там никто не пришел, а еще для того, чтобы соединиться с родственниками и сто процентов знать, что вот весь этот год твой род будет тебя защищать от всех напастей и трудностей. Итак, кулич. Что олицетворяет кулич? Позже Пасха. Пасха, извиняюсь, да. Пасху более позднее время начали испекать, испекать, и он уже немножко другой формы. Кулич. Друзья мои, кулич пекут такой в длину, и он олицетворяет мужской фаллос. Нравится вам это или нет, но это истина. И пекли кулич молодые девушки, которые хотели выйти замуж. Они должны были имитировать беременность, то есть привязывали подушку или что-нибудь там, животик себе создавали. Имитация беременности, плодородия. Они пекли кулич. Как правило, матери учили, как нужно это делать и давали своим дочерям или и те, которые недавно вышли замуж, чтобы они были плодородные и рождали много детей. Точно так же. То есть молодые женщины пекли кулич как символ плодородия. И он в форме фаллоса. Сверху вот эта белая глазурь из яйца, который сверху льется на кулич и посыпается там всякими, ну, сейчас традиция там всякой сахарной пудрой и так далее, посыпается кто на что гораст. Это олицетворяет семяизвержение, откуда и начинается жизнь, новая жизнь человека. Потому что новая жизнь человека зависит от плодородан уже запутали. Немного не по себе стало, ладно, покраснило. От плодовитости отца. Насколько он в этом отношении успешен. Потому что неуспешный мужчина. Понимаете, как вот древние времена, почему, скажем так, авторитет великих князей мог пострадать того же отца Ивана Грозного, который первую свою жену Соломею Собурову отправил в монастырь. Почему? Потому что нерождение ребенка это не только показывало скажем так неплодовитость жены. Это могло еще и посеять сомнения вообще в мужской силе великого князя. А это было очень оскорбительно и страшно для него. Потому что мужчина, который не может обладать своей женщиной и не может оплодотворить эту женщину грубо говоря, то откуда у него сила? Значит Бог его не любит. Так уж принято было. Значит он проклят. А вдруг он принесет несчастье нашей стране? Если он как мужчина не способен, не может родить детей, он управлять. Это говорило об авторитете правителя, о его мужской силе. Поэтому в этих гаремах рождались бесконечное количество детей в восточных гаремах. И это считалось силой мужчины. И поэтому многие вонциносные особы рождали детей до глубокой старости, доказывая всем окружающим, что они как мужчины состоялись и продолжают состоять. Потому что это говорит об их силе. Об их физической силе, духовной силе, здоровье в конце концов. Правда? Вот почему. Почему этому такое вот значение придавалось, что это очень важно, потому что это изначально. Ведь будущее целого государства зависело от постельных отношений мужчины и женщины. Родиться наследник, нет, наследника, будет бунт. Понимаете? Вот исходя из этого, это была очень значимая вещь. Так вот, это олицетворяет семяизвержение и кулич в виде фаллоса. После начали испекать круглую пасху, которая олицетворяла и полноту женщины, то есть беременность, ее точно такую же плодовитость и на Руси не забывайте, что очень ценили, скажем так, полноту женщины, пышность женщины. Пышные женщины считались здоровыми, что они могут родить детей. Худые женщины немного вызывали подозрения, а вдруг она больна, с чего она такая худая, почему она формы, налитые формы, они говорили о здоровье женщины, поэтому изображая женщину, уже женское начало, начали испекать вот такую круглую, сдобную, скажем, большую, да, паску. И яйца, естественно, мне кажется, не нужно объяснять, к чему, к фалосу яйца. Но почему их красили в разные цвета? Потому что считалось, что начало жизни, оно связывается со всеми стихиями мироздания, с солнцем, с красным, красным огнём, с синей водой, значит, мирозданием, с зелёной травой, с зелёным миром, с зелёными деревьями и так далее, что мы и ребёнок, который родится от союза мужчин и женщин, он вбирает в себя все стихии мироздания, все стихии его питают. И поэтому, естественно, изначально, первоначально, то есть красить яйца различные цвета, это изобразить и напомнить о том, что наш мир состоит из различных элементов, которые нам дают силу, из различных стихий. Знаете, я с детства заметила, что крашеные яйца, они вкуснее почему-то. Не знаю, как это объяснить, может быть, потому что там концентрация, там раньше красили шелухой, может быть, она как-то впитывает внутри, оставляет весь вкус яиц, поэтому, как бы, передается, сохраняется лучше. И первыми кулич и яйца должны были есть девушки на выдание в семье, а дальше уже все остальные. Съедать, съесть, это как причастие, стать причастным ко всему этому общему, ведь в яйце есть жизнь, жизнь, которую мы берем для того, чтобы у нас рождалась эта жизнь, символическая жизнь, ну и кроме всего прочего, символическое, как бы, орган первоотца, который символизирует плодородие, начало жизни, встреча мужчины и женщины, которые дают жизнь, все начинается оттуда, отчий дом, родоначальники, родоначальницы, все зависит от плодородия людей, но и это плодородие, естественно, переводилось и переносилось на мироздание. Итак, я соединив вавилонскую традицию, то есть благодарение матери благодатного зверя. Благодатный зверь – это сила мироздания, дарующая плодородие, и считалось, что он приходит в образе зверя, поскольку он олицетворяет собой мироздание, то есть живое. Зверь – это не означает жестокость, зверь – означает дитя природы, мироздание. А матерь благодатного зверя – это вот та самая сила плодородия, которая этому зверю благодатному, то есть вот этой природной силе дарует свое плодородие, изобилие и защиту. Итак, друзья мои, праздновать Пасху нет нужды, но праздновать и благодарить мировую силу равнодействия и изобилия, а также плодородие, мы можем и точно так же красить эти яйца, вы можете, и точно так же можете испечь и кулич и пасху, и точно так же есть и попросить в это время изобилие и плодородие, но хочу вам сказать, что этот заговор подходит в любое время, не только в это время, но в такой момент он, конечно, особенно силен по той причине, что это начало, начало изобилия, и если это изобилие вас коснется, ведь начинаются эти сельскохозяйственные работы, и вообще от этого тоже зависит и экономика, и подъем экономики, насколько вы будете востребованы, и ваши работы, и все такое, неважно даже, чем вы занимаетесь, поэтому призвать плодородие изобилия в свою жизнь можно в любое время, только с одним отличием, что в этот момент, который совпадает с христианской Пасхой, начинается языческий праздник плодородия, посвященный богине плодородия или силе плодородия, и вы можете праздновать это как день плодородия, как символы плодородия, как праздник плодородия, посвященный богам плодородия, с красными яйцами, точно так же, но начитывать, начитывать над пасхальным столом четыре раза, поворачиваясь во все стороны света, а потом сесть и спокойно откушать все, что вам дано. Но в иное время, если вы захотите провести этот ритуал, его можно провести в любое время, призывая все время изобилие плодородия. Сейчас он просто особенно нужен, потому как вы должны какими-то словами выразить свою благодарность и призвать эти силы в свой дом на весь год. Но в другое время тот же самый заговор вы можете совершить, но для этого вам нужно положить на алтарь деньги, украшения, какие-то камни. Красиво. Здесь может ваша фантазия себя показать в любом качестве, как вам хочется. Зеленый алтарь, красный алтарь, свечи точно так же, как символ огня, то есть силы огня, очищающие силы огня, благовония, которые дают силу духам, которые вы призываете, питают эти духи отчасти. И точно так же встать посреди комнаты, поворачиваясь на все четыре стороны света, четыре раза произнести этот заговор. Это можно делать раз в месяц, скажем так, раз в неделю, если вам не лень сделать раз в неделю, потому что некоторым как-то времени не хватает. А сегодня особенно можно произнести. Так вот, праздновать вы можете, начиная с этого дня, вот как начинается Пасха, оно по тому же календарю, что и языческое празднование плодородия и изобилия. То же время начинается, просто переделанное под христианский праздник. И вот в течение трех дней у вас есть время. Можете все эти три дня точно так же начитать над столом праздничным и сесть и отведать все, что у вас на столе есть. Дело в том, что просто крашеные яйца, кулич и Пасха, это я вам уже объяснила, что это именно оттуда из язычества приходящие символы, поэтому их можно есть спокойно, не переживая, что это вообще какое-то касание имеет к христианству. Единственное, нельзя их освящать, иначе оно теряет всю силу, потому что вы тогда переносите в христианский лад. А этого делать не нужно. Некоторые спросят, а в моей семье, если кто-то там празднует, замечательно над их куличами не читайте. Читайте над своим, которые в церкви не побывали, и ешьте. И это точно такой же праздник. Понимаете, как есть, как бы причаститься к этому всему таинству, приобщить себя к этому всему. То есть вы начитали и поставили на алтарь эти продукты или на стол, а после отведали оттуда. Это в честь, это как уважение к тем силам и к тем богам, которых вы благодарили. Вы стали со трапезниками с этими силами. Просто некоторые не могут понять, почему это богам посвящено, можно есть. Да, вы как бы трапезничаете с теми силами, которых вы благодарите, которых вы призвали. И можете один кулич и несколько яиц поставить красиво где-нибудь на алтарь. Через некоторое время выкиньте, когда эти продукты себя уже изживут. Это тоже будет как подношение алтарю, в принципе. Итак, начнем. Я поднимаю глаза к небесам. О, Матерь благодатного зверя, благослови мой дом. Пусть реки стекаются воедино, а богатство стекается в мою жизнь. Будь плодородной земля, будь обильной вода, будь добрым огонь, будь милосердным ветер. О, чрево вселенной, роди добро в мир. Природа воскресла из мертвых. Мерзлота уступила дорогу теплу. Смерть чередуется с жизнью. О, Матерь благодатного зверя, я благословляю твое чрево. Мертвые пришли на праздник живым. Память и сила соединились. Дух и душа воспряли. Мы просим плодородия и изобилия. Как из семени мужчины и из чрева женщины рождается жизнь, так и родится добро из мирного семени и чрева природы. О, благословенно будь, Матерь благодатного зверя, я славлю тебя. Мы открываем врата изобилия, мы получаем изобильное время и плодородную жизнь. Слава предкам, сила потомкам, счастливая доля нам на земле. Да будет так, боги свидетелей, исполнилось, свершилось. Мы, даже не важно, если вы только для себя просите, в таких ритуальных заговорах произносится, как правило, слово «мы». Имеет символ «мы все», «мы здесь», находящийся «мы», «моя семья», «мой род», «моя кровь» и так далее. Моё продолжение. Оно здесь очень важно. И исполнение таких ритуалов может помочь всей семье жить изобильно и хорошо весь год. Даже если это проведет, скажем, только мать. Она уже через свою кровь и благословение передаст своим детям, своему мужу ту самую благодатную жизнь, которую она хочет, изобильную. Но лучше, конечно, чаще повторять этот заговор. Я вам объяснила, как. Тогда оно будет иметь более сильный эффект. Сейчас вы всего лишь благодарите богов и показываете им свое расположение, свое уважение. Я поднимаю глаза к небесам. О, Матерь благодатного зверя, благослови мой дом. Пусть реки стекаются воедино, а богатство стекается в мою жизнь. Будь плодородной земля, будь обильной вода, будь добрым огонь, будь милосердным ветер. О, чрево вселенной, роди добро в мир. Природа воскресла из мертвых, мерзлота уступила дорогу теплу. Смерть чередуется с жизнью. О, Матерь благодатного зверя, я благословляю твое чрево. Мертвые пришли на праздник живым. Память и сила соединились, дух и душа воспряли. Мы просим плодородия и изобилия. Как из семени мужчины, из чрева женщины рождается жизнь, так и родится добро из мирного семени и чрева природы. О, благословенно будь, Матерь благодатного зверя. Я славлю тебя. Мы открываем врата изобилия. Мы получаем изобильное время и плодородную жизнь. Слава предкам, сила потомкам. Счастливая доля нам на земле. Да будет так. Боги свидетели. Исполнилось. Свершилось. И еще раз. Я поднимаю глаза к небесам. О, Матерь благодатного зверя, благослови мой дом. Пусть реки стекаются воедино, а богатство стекается в мою жизнь. Будь плодородной земля, будь обильной вода, будь добрым огонь, будь милосердным ветер. О, чрево вселенной, роди добро в мир. Природа воскресла из мертвых. Мерзлота уступила дорогу теплу. Смерть чередуется с жизнью. О, Матерь благодатного зверя, я благословляю твое чрево. Мертвые пришли на праздник живым. Память и сила соединились, дух и душа воспряли. Мы просим плодородия и изобилия. Как из семени мужчины и из чрева женщины рождается жизнь, так и родится добро из мирного семени и чрева природы. О, благословенно будь, Матерь благодатного зверя, я славлю тебя. Мы открываем врата изобилия. Мы получаем изобильное время и плодородную жизнь. Слава предкам, сила потомкам. Счастливая доля нам на земле. Да будет так. Боги свидетели, исполнилось, свершилось. И в последний раз. Я поднимаю глаза к небесам. О, Матерь благодатного зверя, благослови мой дом. Пусть реки стекаются воедино, а богатство стекается в мою жизнь. Будь плодородной земля, будь обильной вода, будь добрым огонь, будь милосерден ветер. О, чрево вселенной, роди добро в мир. Природа воскресла из мертвых. Мерзлота уступила дорогу теплу. Смерть чередуется с жизнью. О, Матерь благодатного зверя, я благословляю твое чрево. Мертвые пришли на праздник живым. Память и сила соединились. Духи душа воспряли. Мы просим плодородия и изобилия. Как из семени мужчины, из чрева женщины рождается жизнь, так и родится добро из мирного семени и чрева природы. О, благословенна будь, Матерь благодатного зверя. Я славлю тебя. Мы открываем врата изобилия. Мы получаем изобильное время и плодородную жизнь. Слава предкам, сила потомкам. Счастливая доля нам на земле. Да будет так, боги-свидетели, исполнилось, свершилось. Поздравляю вас с праздником изобилия и плодородия. Вот этот праздник вы можете праздновать без лишней, ненужной нам суеты искусственных эгрегоров. Всем удачи!